во имя отца и сына и святого духа аминь книга левит 19 глава 15 стих 3 моисеева книга не делайте неправды на суде не будь ли нелицеприятен к нищему и не угождай лицу великого по правде судей ближнего твоего сегодня хотелось поговорить о лицеприятии что это за слово такое большое ли это недостаток где он больше всего встречается как его опасаться надо мы увидим что придется каяться или ни одному человеку лицеприятие пусть и рахова написано так заговорил богатый и привознесли до облаков заговорил бедных и все а кто это такой вот если вы в жизни своей не встречались с этим эту тему пропустите мимо не советую мне много приходилось беседовать с людьми выступать и вот недавно несколько лет назад одну женщину на севере представили на соискане нобелевской премии для этих народности маленьких нобелевская премия труб что же она могла такое сделать она биографии своей говорит у нас у мать у нас у матери было пятеро я была самая нелюбимая она ни с чем не провинилась я ведь не пойму почему она ко мне так относилась мать идем по тундре я упаду там где-то с горки мать даже не обернется я вдираю с собой эти колючки а потом и говорит как я богу благодарна она верующая стала богу благодарна это помогло мне закалиться ни перед какой опасностью не истушеваться о которых она больше всего любила там ничего нет мы сейчас только прослушали два сына было лицеприятие у отца как будто бы вот любит он промотал митире и свое имение пришел да еще ему такой пиршество устроили здесь надо намного больше смотреть а бог одинаково всех любит это все говорят так большинство и как любит но бог грех не любит а грешника любит как будто грех от какая-то медуза в стороне а вот господь говорит ненавидит грешника библия говорит об этом а кто потоп сделал кто сжег города садом и гоморру и окрестно пять городов не надо за бога придумывать мы сейчас прочитаем и я бы стоило ли так припираться лгать нужно учиться говорить так как мыслит священный дух дух святой священное писание не будьте лицеприятные суждение каком-то я на вас привожу пример таких людей у меня даже свои близкие говорят кого ты приводишь пример то не надо быть лицеприятным прошлое воскресенье мы прочитали здесь проповедь да он баптист но мы у православных не находим такой проповеди речь идет о рождении когда это было как как ты изменился какая-то вспышка был была тебе ты же во тьме был я не могу сказать я по себе находил не надо быть лицеприятным я опираюсь кое в чем как мне пришлось первый раз я услышал проповедь я не знал кто этот говорит но на душу легло сразу он говорит правду он прямо как будто бы рядом становится а тогда глушили эти не давали слушать оказался я николаевич пенски потом я узнаю биографию 14 лет он покаялся пришел перед богом дальше его какой отец был мать это благовестный христос для россии в те времена было и везде радиостанции устанавливали передачи за передачей я впервые от него услышал о святых отцах он протестант а приводят целые выдержки из василия великого григория богослова я больше никого не встречал такого даже убили грэмми это не не видел этого я беспристрастно смотрю на это почему потому что это оживило меня дало мне новую жизнь однажды в поезде это записали на катушку ну сам так не скажу как он какой у него напор как он говорит мужчина один и говорит я не верующий но я верю что он верующий это надо понять чтобы наше слово доходило мне приходилось ни один не два раза судиться и последний почти суд был такой вопиющий просто секретарь коммунистической партии пишет книжку против меня я решил ответить потому что он лжет он говорит было 75 году а деревня исчезла 72 он был в деревне в школе учителя сталкивал по рядам ходил библию раздавал и тут мы центральный архив алтайского края там принимают разрешают мы ходили борем все это выписали судья все представили она даже на внимание я тогда краевому судья у нас хорошие отношения я говорю не действие не было ни места не было его не было место но ушло под воду деревне не было представили справку даже не слушает нисколько я возьми и скажи как вы перед богом будете отвечать за это наши отношения сразу испортились вы меня угрожаете я никак не ожидал такой реакции конечно прошлое дело но особенно вот эта сфера когда человеку доверено решать я пришел к выводу что судить нужно доверять только тому кто верит что есть суд божий и ему придется за все отлично важно кто это будет сектант какой-то мусульманин главное чтобы он ожидал наказание будет за то что ты неправильно судишь ну можно приговорить к смерти на буфе как прибыло так сказала да найди двух лучших свидетелей пусть выступят на какую статью а бога хулил а какие доказательства магитофон записали а его еще не было а два человека написано признать ее за истину ах ей виноградник нужно было и все приговорили к смерти ну ладно был пророк или я он говорит кровь твои псы будут лизать на этом месте и мы знаем как это все исполнилось через пророка или и и так чтобы не быть лицеприятным мы рассчитаем из священного писания увидим как дух святой сурово предупреждает чтобы этого у нас не было кто бы он ни был ты одинаково смотри в очах божьих как это будет выглядеть а если на суде божьем выйдут люди которые никогда не считали евангелие они окажутся правее нас может быть такое вот у нас и не было евангелия родился на остров не обитаемом а как совесть совесть златоуз говорит первичные евангелия когда написал моисею а до этого как жили с совестью одиннадцатая глава кремлин говорит она его то оправдывала то судила значит надо пробудить ее чтобы быть нелицеприятным 2 параллель упомянул 19 7 итак да будет страх господин на вас действуйте осмотрительно ибо нету господа бога нашего неправды не лицеприятие ним с доимства бога нет лицеприятия у нас должны быть те же качества какие какие у него подражайте мне полный как я христу и он когда судил на сегодня сказать нельзя да ты идешь против кого он горит у вас такое блудодеяние которого язычников даже нету 1 коринфян 5 глава вот они лицеприятия так что нас с язычниками сравнивать да нет мне недавно говорят мы слышали вы где-то сказали что женщина эта смерть никогда не говорил я просто привел местописание из экклесиаста написано женщина горши смерти как он разбирался у не со мной было у нее 300 жен 700 наложницы и так быть нелицеприятным это быть все время в присутствии божием надо молиться какой веры человек что если он прав и ты можешь сравнить со своими то поставь пример как они это могут делать а ты почему я беседую не два человека только в прошлом году за год беседовал 2600 мусульман ну то прямо то что как будто среди них живу и они меня просто двумя словами заставили задуматься у вас дома престарелых есть есть у нас за 1300 лет не одного это означает любят старых а у вас дома есть такие где детей сдают там конечно есть везде ему средства отпускают у нас за 1300 лет ни одного ребенка не оставили и никогда до этого не дойдут если остался один стирота его 10 человек будут к себе тянуть нам есть чтобы поучиться вот по двум пунктам посмотреть у нас жизнь была бы тогда другая а у нас министр на внутренних дел сказал я не считал сам но верю в это три с половиной миллиона беспризорных стране больше чем гражданскую войну и надо быть беспристрастным и сказать они это сумели потому что они учат непрерывно она побыла девушка кто-то вернулась и без платка ее сразу же мула и говорит сестра надень хиджаб ну я сказал на день он сразу сказал старший имам епископ с ней беседует и она пытается не надо это у нас шейх главный сестра иди сегодня купи хиджаб да у нас хоть какая она будь что она подстрижет какие волосы поехали отсюда в америку мне пишут семья разбитая козлову фамилия а что сделали она пришла волосы остригла девочка есть сколько раз говорила мать матери взяла и там чем-то постигала суд был родители обоих посадили детей разобрали у них грудной ребенок был 6 ребятишек но не сразу к нам там баптисты выставляли пикеты молились и плакали ничего не помогло когда сидела до свидания докажет так даже и не верится библия говорит ты же отвечаешь родители нет государство отвечает оно не может государство это аморфная структура каждый отвечает за то что те младше которые ты смотри за ними у нас семье было 10 детей мне пришлось выводить два с половиной следующую половинку от третьего ребенка уже брату пришлось водиться беспристрастные и так книга его 13 8 и нелицемерный и нелицемерный надлежало ли вам быть лицеприятными к нему и за бога так препираться за бога он говорили друзья и он просто за бога то зачем вы неправду говорите а бог одинаково ко всем относится одинаково как солнце нет не обманывайтесь бог написано гречника ненавидит и имея 15 6 ты оставил меня говорит господь а есть кто не оставил оставил я про струну тебя руку мою и погублю тебя я устал миловать бог устал миловать я не хочу быть лицеприятным у нас несколько было епископ у нас был свой у нас висят выдержки священного писания и тот который нынче митрополита он был епископом и он когда был потерявки пошел по порядку все просчитал я устал миловать а где-то написано а солнышко падала и надпись стерла я прием же тут достал и давай подписывать иеремия да мое отношение к нему резко сразу изменилось вот был здесь секретарь его отец стерги мы ему очень доверяли первый раз он пришел сюда заглянуть ну открыл бы посмотрел нет он упал перед престолом и поставил под ноги мне больше ничего не надо говорить у меня уже завоевал сразу и поэтому батюшка когда уезжает идет митрополиту мало ли еще без меня будет вот пивать причастить надо а кого бы хотели даться сергия беляева его теперь он уехал санкт-петербург я еще говорю вы себе складывайте господь дай нам такого священника здесь когда батюшки этом уезжает или заболел чтобы близки нам был они собрались как-то здесь и говорят мы рассуждали об этом у нас нет ни одного священника который потянул бы вашу общину наш список говорил и в тихий я где приезжаю на все вопросы отвечаю к вам приезжаю как подвешенный вопросы за такие задают что мне академии таки не задают вы просите что я говорю прямо в тайной молитве господи у нас такие хорошие отношения это дар божий не будьте лицеприятные вот был епископ здесь уехал максим дмитриев у нас дня не было чтобы они мне молились давно уехал у меня начались там неприятности на той же самой почве там какую-то монахиню там побил или что нас это не касается главное он был здесь и как у нас не нападал мы остались живые включите его в молитву все время не сидите на руках молитвы ему трудно очень трудно он где бы ни было не везде конфликтной ситуации но он был у нас здесь и мы просили что бог смирил его теперь поехал туда теперь для нас не нужен он нельзя так нельзя ты все время помни неси на руках молитвы он епископ а сегодня же там в яйце в другом месте положенности а то тебя рассказывал об этом теперь чтоб дал такого нам священника и сохранил вот это отцовское братское отношение местного митрополита к нам мы не можем с кем-то где-то сравнивать но когда люди приходят это у вас такой епископ патриархии вы понимаете какое вам сокровище бог дал и это говорят священники с разных сторон и стран псалом 81 2 да коли будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым почему потому что он богатый а причин мы увидим сколько кому-то расположен человек из-за богатства высокое положение в муж где-то походайство когда тайство за нас а ты прямо смотри не по слову божию поступает так вы его потеряете не надо рассуждать бог так не делает как мы делаем просчитаем сегодня когда отец одного за другим сыновей представляет высокие рослые господь не так смотрит он смотрит не на рост он смотрит на сердце и мы знаем кого он избрал а спрашивают дети ты еще есть один там пасет где-то то есть отношение отца было такое как мальчишки никто не знал что то быть самый популярный поэт за всю мировую историю самый популярный хотя у него были такие крушения такие падения но духа святого он говорил не отними от меня 50-й псалом отсюда вывод даже смертные грехи дел и бог не отнял духа святого не лицеприятно даже смотреть потому что так установил господь бог притча 18 15 18 5 заметьте как о лицеприятии говорят святые отцы моисея давид соломон притча 18 5 не хорошо быть лицеприятным к нечестивому чтобы не спровергнуть праведного на суде на суде видите как это это уже решение окончательное а суду должен подчиняться и президент а не так что он депутат не прикосновенный а чего ради то не лицеприятный любой это сделает его можно арестовать а депутат сначала должна собрать и проголосовать дадут они вы или нет а там начали разбираться чуть не 25 процентов которые были где-то по уголовным делам то есть священное писание это наш ориентир это маяк среди моря двадцать четыре двадцать три притчи сказано также мудрыми иметь лицеприятия на суде не хорошо опять о суде и почему это конечная инстанция и вот я говорю вы помолитесь об этом господи дай нам хороших судей чтобы были не лицеприятны сколько горя ну мне много приходилось беседовать с людьми прям выигрышное дело то нет а почему нет как один говорит бык поперек дороги встал а какой бога ждал быка я ничего не дал лицеприятие губит справедливость люди в это не верят а вы видите еще делается если не знаете сегодня показывает я не могу верить на сто процентов ну прямо уже снимают донбасс переводят сюда тысячи людей тысячи людей эвакуируют считая как бы не погибли я не знаю в чем дело тоже помолитесь чтобы господь открыл людям правда они найдут или нет к нам придут вот меня спрашивают а почему у вас все никогда вы к себе людей не зовете это мы поставим в самом основании надо чтобы он узнал полюбил и дальше пишет заявление но если так у меня свои мысли были услышав о нас хорошего придет и найдет карикатуру христиан вот чего я боюсь а когда он придет а смотрит увидит сейчас пишет в интернете как мы знаем только две общие называют нашу вообще нигде нету нет этого где-то услышали слова община в германии сегодня написали пришли а там вообще ничего нету я оправдывает то что и торговля все оправдывает у нас этого нет по милости божией будьте нелицеприятные хотя бы человек отлично мне не нравился но в овощах божиих он покаялся до конца он был убийца при том серийный убийца и стал самым великим апостолом а мы-то бы как рассудили господь ну избери нужного какого-то лучший из тех который был стефан он королил одежду чтобы не украли но никто не знал что замена ему стоит здесь рядом закрыто было от всех не апостола никто не знали апостолы боялись его когда его уже господь принял его только знакомой как сегодня сказать с одного места с варнавой были он привел и стал рассказывать как он восставал против иудеев как там павел тогда только поверили ну и он пришел сюда убивать нас как ему верить вот это самое отношение не по пути божии но уже сведения идут что он другой но он убивал так можно сколько быть мы когда говорим вот спрашивали когда началась перестройка ко мне приезжали очень издалека люди академгородок тут новосибирске какая власть должна быть у нас сейчас все разрушено никакой объединяющей идеи вообще нету есть она сейчас от моего напечатали дети воспитаны во христе это не абортов не разводов не будет ни взяточников не будет нигде не будет этого обмана как с богом вот с этого надо начинать иначе нам никогда с места не сдвинуться двадцать восемь двадцать один притчи быть лицеприятным не хорошо такой человек и за кусок хлеба сделает неправду видите чем связано что-то ему дадут как-то я просто рассказ маленький слышал поэтому скажу судья судит но ясно делал днем на богатого крестьянин сидит и показывает время что от времени что-то у него тряпку видно что мне показывают это вот почти судят еще бы думал то так он пашет на поле там бывает раскапывают и клады бывают и он сразу повернул и там были выигрывать легко было богач не прав было хотел защищать его территорию ну когда кончили судья и говорит ну что ты принес он развернул там кирпич это большой булыжник я сказал мне уже терять больше нечего детей кормить нечем как только поешь обратно тебя расшибу башку судья как хорошо что такое выиграть что сделал так иногда даже незнакомая и господь тронет свою сторону повторяю в судах сегодня оборотни судьи оборотни визитом ну вот то есть совершенно не то сколько людей погибло не могут банду никак поймать это наконец поймали руководить женщина капитана из милиции шоперок там кто убивали машины перекрашивали продавали где-то и они по северу это все нас останавливали ростовской области но у нас собака залаял они отошли я все это сверил и господь как показывают надо быть не лицеприятным а если там показался родственник он достоин того пахомий святой он называется великий он не шел на встречи с людьми но судья но вот так хотелось с ним поговорить и он тогда додумался у него племянник если он его арестовал сестра его она забегала и грозит большой срок она ну ты иди скажи ему пару слов то он ну ведь невинный где-то что я скажу ему ну напиши записку он написал ему тогда если он виновен суди его по правде а если не виновен отпусти что тебя бог не осудил и тот сразу его отпустил вот эта мудрость она даже в самом незначительном покажет то что не будьте лицеприятное то мой племянник отпусти его нет он виновен посади его я не против и сестра получила его дальше что малахия 29 зато я и зато и я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом так как вы не соблюдаете пути моих лицеприятствуйте в делах закона лицеприятием занимается нация целая я вот сколько беседовал я с евреями но нам бог доверил мы дети абрама не отрицаю этого но когда мы считаем такое господь говорит я делаю самыми униженными во всем мире вас самый малый раб будет смеяться над вами и разбивает их златоуз как будто бы ком земли засохший на солнце растоптал господь и развеял по всему миру ян златоуз говорит вы избранная но покажите где ваша земля ну вот там у нас нет а чё же завете куда а как доказать очень просто вас господь за что доказывал ну там и до посчитали скажите что вы могли сделать в первом веке первом веке что господь развеял вас по всему миру и вы не можете собраться посидеть а тогда четыре столетия позади не две тысячи лет они собрались только 1948 году что вы сделали пророков убивали нет но обычно в плен идут возвращаются то делали не делали идолам кланялись нет значит кого вы распяли то значит это не человек простой такой довод и мы должны сказать да это так яков 29 лицеприятие в семьях бывает любимый ребенок нелюбимая у господа что любимцы есть есть любимцы и когда пишет говорит тот которого любил иисус как будто других не любил мы знаем то я в другие у вас лежал яков 29 но если поступаете с лицеприятием то грех делаете и перед законом оказываетесь преступниками войдет богатый скажешь ему пройди сюда бедно зашел сядь пониже где-то мне приходилось один раз я беру просто из опыта суде суд был но и судью называют не как-то по имени а ваша честь я ни разу не назвал потому что я не знаю честь там или бесчестье будет и выступает против первой секретарь кпрф дорожного района и судья спрашивает обычно какие ваши взаимоотношения это надо знать может предвзятость какая а он хочет меня потопить но бог внезапно его уста поворачивает другую сторону ваша честь был здесь конгресс интеллигенции тут ариатнобильская премия там был такой-то и вот дают слово вот этому человеку вот в этом все одеты так я подумал это то зачем здесь перед людьми выступает ваша честь ну вот он заговорил я прошептал вот я думаю вот тебе да начался за упокой окончен за здоровье а почему это бог делает так и поэтому будьте если приятно даже спрашивают не нашей веры человек в другом вот когда я говорю вы признаете святость вот мать тереза такая католическая монахиня албанка я верю в этом а почему она же католическая вы не справили поступаете там нет святых о нет это живая святая лауреат нобелевской премии и она когда поехала вы не допросилась чтобы свободной быть и у нее там три человека было грифельной доски нету она писала на стенах у бога лишних нет детей как звезд на небе и теперь у нее там кажется чуть не двадцать тысяч последовательных и которые всегда встают 440 вот это для меня тоже загадка а мы всегда вставали 440 и вы считаете святой и не надо считать она святая когда говорят нынче святых не видишь а тут я шанхайский идет по улице он идет не на скоб добрых нет и преподаватель зовет и католической этом семинаре игорь фахма посмотрите будьте свидетелями есть живые святые и вот идет православный священник он никого не напоказать ни на папу ничего вот это означает беспристрастно смотреть нелицеприятно и мы знаем его сколько бед он претерпел я был там где его мощи находятся и самое последнее испытание было сан-франциско на него восстали священники свои же и в суд подали когда я не в суде против него свидетельствует а когда уже канонизировали теперь господи прости то другое он прав был а решила строительство храма поэтому даже услышите где-то доказуемо даже лучше помолиться господи а может что-то не так можете до конца все это не знаю первое петра 1 17 заметьте в новом завете о лицеприятии как много говорят 1 петра 1 17 и если вы называете отцом того который нелицеприятно судит каждого по делам то со страхом проводите время странствования вашего зная что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни преданные вам от отцов но драгоценную кровью христа как непорочного и чистого агнца яков как говорит не судите прежде времени а дальше говорит вот я стою за дверью когда-то мы о ком-то собрались вместе и вдруг дверь приоткрылась и мы поняли что человек тут стоял все время о ком мы говорим какого наше положение а тут судья стоит у дверей не трудно сказать я вот слышала не так а может надо как-то помочь а может быть вообще внимания не обращать до кого он говорил договорит в русских пословиц много забыть да и как будто никогда этого не было иуда 1 16 это работники ничем не довольны поступающие по своим похотям нечестивы и беззаконно уста их произносят надутые слова они оказывают лицеприятие для корысти для корысти лицеприятие это если бы было в одном месте я с судьями со многими знаком и скажу что им очень необходимо вот это проверить столько лицеприятия против меня в нашей алтайской правде написали статью златоуста второй строительный златоуст в кавычки и когда я вернулся уже встретился с автором и договорились мы встретимся как диспут будет а у моторами жену ребенка прислал потеряевку поговорили он там покаялся вы этот спрашивает главный редактор а кто бы вам написал это кто бы сидел до кого вы доверяете ему доверяю почему не все приятно по делу он показал уже все его тогда написал большую статью почему я пишу без кавычек она помещена до слова боже нет книги где-то а как этого избежать я точных путей не знаю знаю что помни последний что последний день серахов 739 во всех делах твоих помни о конце потому что многоплановые операции кого-то свернуть найти убрать мешает политики этим занимается нам дается одно считать днем последний еще прочитаем сначала скажу что премудро здесь нет у нас 518 там быть нелестеприятным премудрость надевает шлем спасение сераха 21 22 об этом говорит вот еще несколько мест прочитаю второзаконие 24 14 не обижай наемника бедного и нищего из братьев твоих или из пришельцев твоих которые на земле твоей в жилищах твоих значит к этим людям которые могут сегодня к нам подойти нуждаются подойти нужно осторожно узнать всего только день назад кто-то у нас скрыл в контакте и я прошу деньги для дочки которая в больнице но разобрались буквально через день но уже не вернуть за рубежом они умеют как-то деньги возвращать а этот человек теперь имеющий страх божий пожилой и ко мне прямо сегодня утром случится я такое надел я кому отдал то я поверил что это вы ну кто-то залез от нашего имени сделал но ничего не сделаешь а как это поправить очень просто скажи господи прости меня за неведение и то в чем я обманут и прими как милостыню божию вы не жалеете нет больше ничего не надо ты еще не проиграл а наоборот даже победил вот и стоишь храме я в храме стоял карманы разрезали кошелек вытащили на какой-то храм да буду я тут ходить а вот это сатана и хотел а если у тебя это случилось а может ты мог бы не допустить это дело ты тогда скажи бог дал бог взял да будет имя благословенно если в храме они не побоялись то на улице в десять раз меня обокрали ну маленько тоже не храм виноват почему в полнолуние лунатик то а чтобы ухурили будто бы луна виновата зато он говорит она ни при чем луна это так он совмещает и чтобы как бы не луна мой сын бы не бесновался он не лунатик а так ходил по карнизу на пятом этаже ни разу не оборвался 1 царств 16 7 но господь сказал самую не смотри на вид его и на высоту роста его я отринул его я смотрю не так как смотрит человек ибо человек смотрит на лице а господь смотрит на сердце вот теперь все эти украшения все что люди думают в каком звании где-то предстать перед богом это ноль ничего не имеет даже братья его когда он пришел отец гостать вези им там что там смог вы что пришел туда а зачем ты пришел зачем мы вещи бросил нашего отца у тебя злое сердце начали упрекать по сердцу когда сердце и было сокрыто и мы знаем что он сделал выдвинул израиль на первое место погубил галиапа которая все боялись войска все трепетал а они уже судили у тебя злое сердце ты поэтому пришел не знаем и многого и поэтому окончательный вывод не надо делать да кто его знает если неправильно было да просит господь все это дело надо научиться все сглаживать пока настоящий суд не наступил смотрите как ну пошел промотал имение сегодня считаем какой он растрепан был но если свиного корыта ел и не давали даже этого ясно дело как он а тот никогда не нарушил а у него не только не нарушил это такое у него претензии к отцу ты мне козленка не дал повеселиться с друзьями моими оказалось данной ситуации надо уговаривать не этого пришедшего того который с поля пришел все мое твое и поэтому если ты не виновен в тех грехах которые вокруг тебя в отношения то какое может быть выше считаешь а если господь покажется на сегодняшний день а ведь мы многого не знаем вот такой то человек мне приходилось не однократно с ним исследовать и не с места проходит какое-то время пришлось опять беседовать уже не с одним а уже семьей они я говорю скажите вы верите что иисус христос будет видеть этот мир мы это верим на нее другой категории были люди эти баптисты еще второй вопрос так а вы верите что будете спасены но у нас учат так а за вас кто-то будет молиться а вы знаете что антихрист придет у нас тоже говорят а как его можно узнать не знает а как можно узнать я принял этот начертание или нет никак я врага эфрем сирин говорит так начало или на правую руку поставить начертание чтобы ты не мог изобразить на себе животворящий крест я говорю вы можете сотворить крест ну я же православный был я знаю я вот это на православную я не вошли никогда в офис они пошли и вся семья пришла ни на чем почему наступил момент а до этого сколько не беседовали ездили там жертву или что-то никакой роли нету наши и друг господь через крестное знамение даже такой у меня опыт есть еще просчитаем одно место матьфея восемнадцать семь горе миру от соблазнов и да ибо надобно прийти соблазном но горе тому человеку через которого соблазн приходит если соблазн приходит и как он кому этот соблазн подает а может в этом-то я и виноват вот бенелице приятно посмотреть на свою биографию сколько раз тебя господь звал и ты когда обратился покаялся я вспоминаю когда моментов таких у меня было так много в той жизни пока не встретил христа прямо прямо люди были ехали верующие были я с ними сидел рядом они оказались из немцев пел с ними песни а сам был нетрезвый теперь назад и когда смотришь а а почему да потому что не наступил сейчас это одно а во вторых слово божие еще не коснулась и поэтому начинаю смотреть вот это осуждение в семье но не несу приятно я мне все время вопросы такие идут я уже не знаю что ждать верующий человек жена меня скверными словами я сказал иди тогда выйди там к отцу отец пришел словом там сломали у меня дверь сейчас двое я не знаю что делать уже на грани стоит а ты судил как лицемерно и нелицемерно нелицеприятно стали дальше разбираться я вижу сегодня замок уже не говорит ты погляди на тебя тебе имя какое-то но илья это бог моя крепость а ты даже от жены не знаешь как тебе кто я выбирал то ты выбирал но теперь разверни обратно нелицемерный нелицеприятно глянь были моменты когда можно было по-другому повернуть как же ты это упустил сколько ребенок на руках то есть три года уже по три года прошло и ничего не сделано за три года многое можно построить и тогда поможет нам господь быть нелицеприятными когда нам показывает что православие сегодня беда огромная беда сегодня показали что с александрийской церковью патриархия московская разрывает отношения насколько дну прямо все это как и есть мы виноваты виноваты в большинстве случаев потому что себе что-то позволяли когда началось тут с украины где-то меня спрашивали везде как вы считаете давать не так кофефалию дайте немедленно боялись дать она ушла под греческую потоки потепли туда а как это можно было знать а когда война кончилась а у них были люди которые признавали папу римского но восточный обряд сохраняли вот отняли храма у них отняли а теперь возвращаются они назад так они священников наши бьют а их священников просто сажали нелицеприятно посмотрите мы виновны в этом мы дали им пример нас ненавидеть да очистить нас господь потому что у россии прошлое очень и очень сомнительное вот сейчас когда показывают где кто начинал первую мировую кто вторую разобрались и все падает на нас мы дали этом повод и по всей вероятности 3 на нас падет хотя я раньше считал что все начинала германия вот сейчас на беседе могу это показать и так молиться надо уже на самом высоком уровне потому что война прямо при дверях стоит да даст нам господь услышать его голос и спастись навеки аминь аминь спасибо христос